Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Сюжеты футболисты карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Так что, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, милости прошу, буду рад абсолютно каждому. Ну что ж, друзья, мы начинаем новый сезон в карьере за игрока, мы заканчиваем нашу вот эту вот эпопею в Испании. Один сезон буквально мы здесь провели, но уже выиграли трэбл, скорее всего еще и станем лучшим игроком года, получим золотой мяч. И сейчас будем с вами переходить в чемпионат Англии. Многие мне писали варианты, куда мне переходить. Я почитал абсолютно все, выбрал один клуб, попробуем туда перейти. Ну и так же, ребята, если вы хотите видеть карьеру недели за игрока, поставьте 25 лайков под этим видео, я обязательно сделаю неделю роликов про карьеру за игрока. Так что 25 лайков, мне кажется, вам не составит труда собрать, поэтому проявляйте активность лайками, ну а мы переходим в следующий сезон. Итак, сыграли мы, получается, за Барселону в этом сезоне 58 матчей, средняя оценка 7.4, забили, причем, смотрите, в каждом матче по голу, 58 забитых мячей, 13 голевых передач, просто замечательно. Уже отыграли 441 матч за всю карьеру, средняя оценка 6.9, 244 гола, 100 голевых передач. Вот такие вот у меня показатели, нам уже 26 лет, ну и здесь, кстати, говорят, у меня вроде как был, да, 98, раз я вижу по вот этой табличке. И нам говорят, что вот так вот стабильно и будет 97, поэтому нам нужно еще более, наверное, усердно стараться, чтобы был 98 там рейтинг. Ну что же, все, я здесь не знаю, 61 матч, оказывается, мы сыграли за Барселону, вот так вот, 61 гол и 13 голевых передач. Ну, естественно, это не сравнится с вот этим сезоном в Баварии. Я практически в три раза больше мячей наколотил, в три раза отдал больше голевых передач, а матчи сыграл, ну, буквально, вот, на 20 побольше, и все. Ну и за сборную, 94 матча, у меня 50 голов и 9 голевых передач. Итак, сейчас у нас матч за сборную, так сказать, начнем. У нас шестой, если не ошибаюсь, тур, там, квалификация к чемпионату мира, вот. Вот, Россия против Албании, составы на ваших экранах, мы с капитанской повязкой, поехали. Итак, Россия против сборной Албании. Так, это еще осталась здесь камера с карьеры за вратаря, которая у нас благополучно закончилась. Поехали. И какой хороший гол мы сейчас забиваем, а, на 11-й уже минуте. Быстренько так разыграли, и все. Наш, так сказать, первый гол в сезоне 29-30. Очень много уже сезонов отыграли. И это не есть хорошо. Ну вот, замечательный гол с левой ноги. Хорошо так закрутили. Супер. И все, заканчивается у нас матч. Минимальная победа сборной России над Албанией. Очередная у нас победа за сборную. Очередной гол, 7-5 у меня оценка. Ну и мы выходим с первого места. Вообще замечательно. Австрийцы, ну вот, очень были рядом с нами, 13 у них очков. Я не знаю, как дальше, ну, вроде все, первая и вторая строчка проходит на групповой этап чемпионата мира. Поэтому можно так быстренько еще и пробежаться. Франция и Босния-Герцеговина попадают. Германия и Сербия. Италия и Уэльс. Исландия и Голландия. Бельгия и Словения. Испания и Дания. Англия и Хорватия. И мы с австрийцами. Сыграл уже 95-й матч и забил 51-й гол. Итак, друзья, у меня для вас хорошие новости. Я не знаю, здесь будут ли писать про это. Вроде ничего не написали. Я договорился с английским клубом. Многие, естественно, про это могли понимать. Манчестер Юнайтед. Они мне еще предлагали перейти к ним в команду, когда я играл за Зенит. Тогда мне, не помню. Манчестер Юнайтед, Ювентус еще кто-то предлагал. И я решил отклонить предложение Манчестера. Решил перейти в Ювентус. В Лигу послабее, но там бы набрался опыта. Поэтому до 2033 года, то есть это получается на 4 года, мы подписываем контракт с МЮ. 61 миллион, давайте округлять, 62 миллиона евро в год мы будем получать. Поэтому все. План игры у них вот такой. То есть у них Гринвуд в нападении. Марсиаль есть на скамейке запасных. Ну и все. То есть будем таким действительно топовым нападающим. Здесь есть Черки, 85-й, Пугба, 77-й, но ему 17 лет. Ван Дебек, 32-летний. Решилду, 32-летний. И Кане. Гринвуду, 28-летний. Поэтому, ну, такой себе состав. На самом деле, именно если смотреть по рейтингам, тут и Ведеран Чорлука. Я не помню, мы играли же вроде, да, с ним в Локомотиве. Поэтому как-то так. Все. Мы принимаем и переходим в МЮ. Будет подтвержден переход. Да, все. Мы переходим в Манчестер Юнайтед. Я не знаю, какой мне там номер дадут. В Барселоне, как вы видели, мне доверили десятку. Не знаю, доверят ли мне в Манчестере семерку, под которым играли легендарные футболисты. Роналду, Дэвид Бекхэм. Кстати, семерка в Манчестере, она же еще и проклята. Многие футболисты, кто под ней играл, не заиграли. Поэтому как-то так. Сейчас Кавани под ней неплохо играет. Ну что же. Происходит подписание. Переход из Барселоны в Манчестер Юнайтед. Ну и супер. Действительно, с нетерпением ждал этот день. Я мог сам переходить туда из Зенита. Но ничего, как говорится, страшного. Так, рейтинги национальных сборных обновлены. Возглавляет Россия. Мы как так успели. Сборная России действительно на первом месте. Мы вроде ничего сильно-то и не выигрывали. Просто матч от матча выиграем со сборной и все. В товарищеских я даже не участвую. Поэтому как-то так. Так, ну давайте сразу посмотрим, какой мне номер дали. 21-й. Так, ну здесь под десяткой Решфорд. Под девяткой Марсиаль. Я бы восьмерку точно не брал. Вот я бы и Канэ бы отдал бы. И восьмерку. Но я бы хотел под семерку действительно отыграть. Но сейчас мы будем играть по 21-м номерам. Играем против Норвича. Наш дебют. За Манчестер Юнайтед как нам идет. Форма или нет. Ну, вот такое. Надо было сразу переходить, менять себе номер. Все, Гринуда сместили вправо. То есть и Канэ, он так и не будет играть. Я не понял, его вообще что ли там. Да, посадили на скамейку резервистов. Поэтому заберем у него семерку и все. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Норвич Сити. Наш дебют в английской премьер-лиге. Поехали. Ну, стадион здесь лицензирован. Так же, как и Комп Ноу. То есть и Ювентус тоже был. Вот. Та же, если я не ошибаюсь, Бавария. Поэтому как-то так. Мы на Гринуда. Пошла подача. И забивает Марсиаль. Ой, Решерк, извиняюсь. Решерк, да. Не отдал он нам мяч. Хотя я просил. Но мы выходим вперед на седьмой минуте. Замечательно. Ну, я не знаю, как это будет считаться за Голевой или нет. Надо посмотреть потом в перерыве. Ну, вот Гринуд забивает. Делаем счет уже 2-0 к 22-й минуте. Супер дебют у нас. И все. Заканчивается наш дебютный матч. Не забили, не отдали Голевой. Победа все равно 2-0. Даже немножечко так. В рифму. Получилось 2 удара в створ. Мы побеждаем. У меня оценка 6-5. Гринуд и Решерк по 7-5 оценку получают. Ну, и после первого тура мы на четвертом месте. Средняя оценка у нас сейчас 6-5. Ну, и рейтинг 97. Итак, мы еще и удастся на награду лучший футболист Европы. Замечательная награда. Очередная для нас. Так, ну, нас поздравили с наградой. И потрясающие новости. Да, Манчестер Юнайтед мне доверил 7-ку. Вообще замечательно. Там также прошла жеребьевка Лиги Чемпионов. Давайте мы естественно на этом и посмотрим. Так, групповой этап. Шахтер, МЮ, Спортинг, Славия, Прага. Ну, здесь это точно для нас проходимая группа. Бенфика, Реал, Монако, Андерлэхт. ЦСКА, Интер, Селти, Динамо, Загреб. Пассажир, Ливерпуль, ПСВ, Мидлэнд. В Манчестер-Сити, Атлетика, Айнтрахт, Динамо, Киев. Аталанта, Армения, Галтасар, Олимпиакос. Барселона, Челси, Лиль, Норшленд. Аякс, Бавария, Клуб Брюгель, Лузерн. Ну и все. А из российских клубов я почему здесь только ЦСКА увидел? Вот это вот обидно. Там что, Зенит, когда успели вылететь? Они от Монако вылетели в раунде плей-офф. Поэтому, ну, как-то так. Также, я не знаю, там Барселона уже отыграла. Да, они выиграли Суперкубок UEFA. Итак, сегодня мы в старте на выездную игру против Ньюкасла. Они идут ниже 10-й строчки сейчас. Ну, после первого тура мы видим топ-10. Все победили. На самом-то деле, просто там от разницы голов зависит. Посмотрим на их состав, на наш. Поэтому, как-то так. Мы заряжены все так же. Нам нужно забивать дебютный гол. Поехали. Итак, Сэд Джеймс Парк. Ньюкасл принимает Манчестер Юнайтед. Мы дебютируем сегодня под седьмым номером. Надеюсь, мы будем отличной новой семеркой. Такой же, как был Дэвид Бекхэм. Криштиану Роналду, если не ошибаюсь. Кантана тоже играл под седьмым номером. Ну и Эдин Санковани сейчас тоже неплохо выступает под этим номером. Посмотрим, как и у нас это получится. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья против Ньюкасла. Вот и первые у нас такие трудности появились. Это все-таки не Барселона, где каждый матч у нас победный. Манчестер Юнайтед один из фаворитов на чемпионство. Поэтому английскую премьер-лигу я хотел оставить на самый последок. Потому что здесь очень будет нам трудновато. Смотрите, Лидс, Уэсбромвич, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм. Выиграли два своих стартовых матча. Средняя оценка 6,3 за сезон. Рейтинг все так же 97. Итак, сейчас у нас товарищеские матчи против сборной Бразилии и Аргентины. За сборной России мы запомнили. 51 плюс 9. Ну и что же, сейчас будем симулировать. 2-0 мы победили бразильцев. Я ничего практически, ну действительно ничего не сделал. Все так же у меня 51 гол. И 9 голевых передач. Ну что же, теперь игра против Аргентины. Сыграли в ничью 2-2. Ну и забил 1 гол ворот Аргентины. Ну а сейчас у нас первый тур в Лиге Чемпионов за Манчестер Юнайтед. Мы все-таки, как игрок, действующий обладатель Лиги Чемпионов в составе Барселоны. Теперь будем играть против Спортинга. Вот такой вот у них состав. Посмотрим, что из этого выйдет. Для нас это дебют в Лиге Чемпионов за Манчестер. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Спортинга. Сейчас бы Крещано Роналдо, который вроде как собирается перейти в Спортинг. Идут многие такие слухи. Сыграл бы против своей бывшей команды. Так, и очень опасный штрафной сейчас назначен в ворота Манчестер Юнайтеда. Удар. И это, естественно, гол. Ну, кто бы сомневался. Еще и в самую девятку пойди. Ну, и мы пропускаем в Лиге Чемпионов. Остается не так много времени, чтобы отыграться. Ну, и все. Минимальное поражение от Спортинга в Лиге Чемпионов. Были у нас моменты. Ну, теперь я понимаю, что Манчестер Юнайтед не такая уже легкая команда, как было бы в Барселоне. Еще раз это повторю. Поэтому, ну, трудности у нас у всех в каждом сезоне возникали. Ну, мы сейчас на третьем месте. Славя хоть и так же пропустила один мяч от Шахтера, но находится ниже, чем мы. А у нас, кстати, 98-й рейтинг. Вообще замечательно. Как-то он так скакнул. Хоть мы еще за три матча в Манчестере ничего особого не сделали. Но неплохо. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Бормута. Рейтинги и составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Бормута. Матч Английской Премьер Лиги. Поехали. И мы забиваем. Наш первый гол за Манчестер Юнайтед в Английской Премьер Лиге. Отлично. 33-я минута. Очень хорошо сейчас все это разыграли. Аккуратненько этот мяч остался у нас в ногах. И мы забиваем. Ну что же, у нас минимальная победа над Бормутом. В третьем туре Английской Премьер Лиги мы стали еще и игроком матча. Итак, после третьего тура мы еще тем более опустились как-то так на седьмую строчку. Наверное, из-за разницы там забитых и пропущенных кто-то получше нас смотрится. Ну и пока же только Манчестер, Сити и Уэсбромвич на первом месте. Средняя оценка у меня за сезон 6.5. Рейтинг все так же 98. Итак, сейчас у нас матч против Тоттенхэма. Они идут на третьей строчке. У них так же 7 очков, как и у нас. Но они идут сейчас повыше. Наверное, из-за разницы забитых и пропущенных. Вот такой вот состав у них. В составе есть в стартовом причем Алан Загоев. Очень много вратарей у них в резерве. Причем даже Карнезис, который рейтинг 80, они его не поставят в старт. Ну что же, посмотрим, как мы отыграем. Тоттенхэм против МЮ. Поехали. Итак, Тоттенхэм Ходспурт Стадиум. Тоттенхэм против Манчестер Юнайтед. Поехали. И отлично. Хуан Мата забивает. 53-я минута. 1-0. Получается, я там отдал предголевую передачу. Вот здесь проткнул на Решварда. Решвард отлично отдал на Хуан Мату. И все, заканчивается матч. Минимальная победа Манчестер над Тоттенхэмом. После этой победы мы поднимаемся на четвертую строчку. Средняя оценка за сезон 6-4. Рейтинг 98. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Лестер Сити. Они идут на пятый, мы на четвертый. Поэтому нужно от них тоже отрываться. Тем более же играем дома. Увидел уже в составе Обликова, Петрова, в составе Лестера. Поэтому будет интересно встретиться против своих соотечественников в английской премьер-лиге. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Лестер Сити. Поехали. И все, заканчивается матч. Отыграли мы в ничью 0-0. Скучный на самом деле был матч. Моменты у нас возникали, но у Лестера мы видим и по владению больше были, и били чаще. Поэтому как-то так. После пятого тура мы, кстати, поднимаемся на вторую строчку. У нас 4 очка отставания до Манчестер Сити. Средняя оценка у меня 6-4, рейтинг 98. Итак, у нас сейчас матч в Лиге Европы. Мы играем... Ой, не в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов, да. Играем мы против Шахтера. На выезде они победили в первом туре. Поэтому надо забирать, стараться у них очки. Состав на ваших экранах. Шахтер против МЮ. Поехали. Итак, Konami Stadium. Мы в Украине. Либо на Украине. Не знаю, как правильно говорится. Напишите в комментариях. Шахтер принимает Манчестер Юнайтед. Поехали. И как сейчас мы разобрались? Все отлично наложено. Еще и убрали. Супер. И это 1-0. Манчестер выходит вперед. Мой первый гол за Манчестер в Лиге Чемпионов. И мы пропускаем. 13-ая минута. Забивает Сикань. Извиняюсь, думал, Дикань. Вот. Так-то так. И супер. Забиваем дубль. 56-ая минута. Шахтер пропускает второй мяч. И я забиваю хэт-трик. 83-я минута. Здесь еще и на рикошетике на таком. Супер. Мой первый хэт-трик за Манчестер Юнайтед. Еще и в Лиге Чемпионов. Ворота Шахтера. И все. Заканчивается матч. Уверенная победа Манчестера на выезде. В Лиге Чемпионов мы забиваем хэт-трик. Забираем этот мяч. 8,5 у меня оценка. Ну и после второго тура мы на втором месте. Спортинг пока что два матча из двух выигрывает минимально. Но будем набирать очки и стараться в очной встрече обыграть Спортинг. Итак, четвертый забитый мяч в сезоне. 248-й гол в карьере. Рейтинг 98. Ну что ж, друзья. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Обязательно ставьте лайки. Набираем 25 лайков. Напоминаю, будет неделя карьеры за игрока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok